В оценке экологической среды участвуют все города присутствия атомной энергетики. Это первый опыт подобного мониторинга. Он уникален. Объектами исследования экологического благополучия станет не только экология с точки зрения состояния почвы, воздушной и водной среды, но и состояния парков, дорожного покрытия, освещения и такой важной для атомградов составляющей, как состояние радиационной безопасности. Всё то, что интересует общественность. 5 июля рабочая группа движения АК встретилась с руководством Десногорска. Они предложили программу основных мероприятий оценки рейтинга экологического благополучия нашего города. Гости вручили заместителю главы Александру Новикову свой вымпел. Стороны заключили двухстороннее соглашение о сотрудничестве. Огромный опыт, который мы имеем в проведении экологической экспедиции на атомной станции и на предприятии атомной отрасли, позволяет нам говорить, что это абсолютные лидеры инновационного развития России, не только России, но и мира. Согласно программе, за два дня эколог-дозиметрист исследует 800 точек на радиационный гаммофон, возьмёт пробы почвы и воды, в частности, в реке Десна. Рабочая группа проведёт независимый опрос среди жителей города. В качестве первого объекта исследования в Десногорске был выбран детский сад «Лесная сказка». Итоги этой серьёзной работы будут известны в конце июля. Вся информация будет размещена в свободном доступе. Тогда же мы и узнаем, какой атомград самый чистый.